Сегодня 3 сентября и сегодня в тестовом режиме впервые вводится в эксплуатацию КПП номер 4 и мне одним из первых вообще посчастливилось границу города в новом районе перейти. Представьте сами, КПП принадлежит ВНИЭФу, обслуживает его Росгвардия, дорогу до города строит у нас область, а дорогу номер 203 строит городская администрация. Как это все ввести в эксплуатацию, как это все стянуть, задача, конечно, сложная. Когда именно поедем, как поедем, узнаем сегодня. Понимаю, что вас волнует всего один вопрос. Когда поедем через КПП? Не буду томить через 2-3 недели. Сегодня был так называемый тестовый запуск, все системы проверили, все работает. До октября будут устранены все мелкие недочеты, а Росгвардия организует работу КПП с точки зрения безопасности. И уже в октябре саровчане смогут пользоваться северными транспортными воротами, что сократит путь до Нижнего Новгорода на 20 километров. В сегодняшней нашей жизни Саров, как перспективный город, будет обладать всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания. Так что сегодня мы смело, можно сказать, с праздником. В добрый путь, новые транспортные артерии. С 1 сентября дорога номер 203 введена в эксплуатацию. По ней горожане уже ездят в Яблоневый сад, а открытие КПП номер 4 значительно разгрузит улицу Зернова. Администрация города будет пересматривать порядок движения стоянки и остановки автомобилей на улицах Березовая, Раменская и Курчатова. Кроме того, планируется расширение улицы Симашко. А после этого из старого района можно будет без проблем выезжать через КПП номер 4. Это дорога, о которой давно мечтали, больше 10 лет ее обсуждали, планы были, обращения были. И пример реализации этого проекта – это пример совместной консолидированной работы всех тех, кто заинтересован в этом проекте. Участок дороги Саров-Кременке был зоной ответственности областного правительства. На сегодняшний день все строительные работы на этом участке завершены. Установлены знаки, разметка, съезды, остановочный павильон. Мы к строительству этого объекта приступили согласно контракту 12 июля 2016 года. Фактически объект строился два года. Сегодня сентябрь месяц, ну то есть год, два года и один месяц. На сегодняшний день практически все работы завершены по строительству дороги. Выполнено земполотно, дорожная одежда, построены все искусственные сооружения, установлены все дорожные знаки, барьерные ограждения. И только остались у нас законченные реликционные работы, которые в придорожной полосе выполняются. На местном власти, на муниципальном власти поселка Севдивеевского района и также города Саров оказывали практическую помощь в решении всех вопросов, которые возникали в процессе строительства. То есть все способствовали, чтобы объект отстроился. А теперь, друзья, самое важное. Губернатор 22 августа во время визитов в Саров подчеркивал необходимость ускорения темпов завершения работ. Работы, считайте, завершены, но специфика зато – вопросы безопасности и организации работы КПП. За качество звука заранее извиняюсь, техника немного барахлит. Я еще раз хотел бы, чтобы не было обещаний конкретных, чтобы потом нас не обвинили. Дело в том, что сейчас надо провести нам, пускай она начнет работать и опробаться тема безопасности. И чтобы потом в последующем это не вызывало никакого неудобства, у кого-то пропуск не сработал, где-то машину не прописали. Поэтому мы сейчас начинаем над этим работать. Значит, мы хотим уложиться в 2, ну, керам, максимум 3 недели. Я надеялся увидеть и пообщаться с депутатом по этому округу Сергеем Смирновым, который был против строительства дороги в данном месте и писал письма всем – от губернатора до Путина. Я очень хотел узнать, изменилось ли его мнение, или он верен своим убеждениям и встанет с одиночным пикетом, и этой дорогой пользоваться не будет. Но, видимо, ему эта тема совсем теперь не интересна, как и жизнь округа его в целом. Ну что, друзья, вы сами увидели, что все объекты построены, все дороги готовы и уже введены в эксплуатацию. Осталось подождать всего 2-3 недели, исходя из вопросов безопасности и организации работы самого КПП. Безопасность, конечно, превыше всего для нашего ЗАТО. А этот репортаж подготовлен при поддержке группы компании «Два Аякса». Вся реклама в Сарове. Смотрите телевидение Сарова на 21-й кнопке на телеканале «Волга Пакета ТКС». Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, дизлайки. Но главное, помните, что вы сами на это все подписались. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok